Как театр начинается с вешалки, так и торговые центры уже привычно начинаются с бутиков. Только после недавних проверок стало ясно, что здесь же должны располагаться и детские игровые зоны. Это объясняется правилами безопасности. Только как показали недавние события в Кемерово, часто игнорируются законами маркетинга. Зоны детского отдыха, игровые комнаты от второго этажа и выше, что наглядно видно на кадрах из рейдов в торговые центры республики. По мнению экспертов, это просто-напросто выгодно, в первую очередь, владельцам зданий. Конечно, у нас все зоны отдыха, детские зоны, они располагаются в третий и четвертый этаж. На мой взгляд, здесь не сколько маркетинг, сколько с позиции площадей, аренда площадей. А четвертый этаж легче сдать под большой простор для детских игр. Легко сдать, сложнее эвакуировать, а с недавних пор и легко переступить закон. По требованиям строительных норм и правил детские можно располагать не выше второго этажа. Данный нормативный документ у нас начал действовать с 1 января 2013 года. Расположены они должны быть не выше второго этажа, они дали 20 метров от эвакуационных выходов. Спустя два года татарстанские депутаты предложили другие меры спасения от пожара. Сразу после адмирала вернуть права господженадзору, чтобы орган мог приостановить работу здания, угрожающего возгоранием. Какие материалы, задымленность этих материалов, как они горят, что делается, куда двери открывают. Это все господженадзор. Вот мы хотели вернуть им эти права, но не получилось. После трагедии в зимние вишни депутаты Госдумы намерены внести поправки даже в строгие СНИП. Пусть это ударит по продажам, но бутики в торговых центрах перемещать наверх, а детские комнаты вниз, на первый этаж. Пока это только предложение. Все эти правила, а вместе с ними и новые инициативы. Объясняется просто. Случись беда, первыми покинуть здание должны и люди. Дети, а вместе с ними и взрослые. Рамин Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова